Саратовский «Автодор» сразился с московским ЦСКА. Баскетбольные команды встретились на площадке «Кристалл» в рамках очередного тура Единой Лиги ВТБ. Борьба вышла напряженной, лидер игры менялся несколько раз. Кому досталась победа, расскажет Елена Губенкова. Поддержать родную команду в игре с непростым соперником пришли тысячи саратовцев. Болельщики ЦСКА тоже приехали. Правда, их было намного меньше, да и вели они себя потише. На своей площадке игроки «Автодора» заряжались энергией от болельщиков. Поводов для радости, как и для расстройства, у болельщиков хватало. На протяжении всех четырех периодов лидер игры постоянно менялся. В начале первой четверти со значительным перевесом вел «Автодор», но ко второму периоду ЦСКА удалось сравнять счет. После этого инициативу перехватывали поочередно обе команды. Уже позже на пресс-конференции главный тренер ЦСКА признается, играть с «Автодором» было нелегко даже им, фаворитам лиги. Мы начали игру немножко нервно, старались больше атаковать с периметра, но не всегда это получалось. И мы стали искать другие пути, чтобы справиться с хорошей командой «Автодор», которая играет в очень хорошем темпе и не тянет время. В середине последнего периода саратовцы вновь вырываются вперед, правда, лишь на одно очко. Это был последний перевес в игре в пользу «Автодора». В последние минуты встречи ЦСКА сумел опередить саратовскую команду на 12 очков. Бой проигран, сожалеет тренер «Автодора», но игроки сражались достойно. Могли бы и выиграть, если бы на площадку вышли фавориты, которые сейчас восстанавливаются. У нас были проблемы в тренировочном процессе, потому что у нас были моменты, когда мы тренировались, даже не могли сыграть 5 на 5. Такие моменты были в подготовке к этой игре. Не восстановился полностью, конечно, еще не готов к игре Клименко, не играл Фисенко. ЦСКА сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице. «Автодор» – седьмую. Следующая встреча саратовской команды пройдет с казанским «Униксом». Уже 17 января они проведут очередную игру вновь на своей площадке. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.